Я, Светлана, обратну вас. Здравствуйте. Большая палата ЕСПЧ оставила в силе решение Европейского суда по делу Вану Миробешвили. Суд подтвердил, что власти Грузии нарушили в отношении бывшего премьера и главы МВД несколько положений Конвенции о правах человека, в том числе статью, которая запрещает отправлять под стражу человека, чтобы получить от него показания по другим делам, которые не связаны с причиной его ареста. Один из адвокатов Миробешвили заявил, что решение ЕСПЧ означает, что Вану Миробешвили является политическим заключенным. Миробешвили – один из главных соратников Михаила Саакашвили. Восемь лет он был министром внутренних дел и на этом посту полностью реформировал грузинскую полицию. В 2012 году он был назначен премьером. Его арестовали в 2013 после того, как закончился второй срок президентства Саакашвили. Миробешвили признали виновным сразу по нескольким уголовным делам и приговорили к шести с половиной годам тюрьмы. Тогда же были арестованы и другие соратники Саакашвили. Бывший президент тогда назвал аресты своих сторонников охотой на ведьм. В суде по делу Алексея Улюкаева взвесили сумку с двумя миллионами долларов. Такой эксперимент предложил провести обвинение. Прокурор решил проверить, насколько тяжело поднять сумку с деньгами. В результате объявили, что она весит почти 22 килограмма. Вчера показания давал сам бывший министр экономического развития. Он сказал, что в сумке должно было быть вино, которое Игорь Сечин привез ему в подарок. Кроме того, Улюкаев заявил, что никогда не угрожал руководству Роснефти, а главу госкорпорации обвинил во лжи. Сам Сечин на заседание в очередной раз не пришел. По версии следствия, Улюкаев и Магалу главы Роснефти взятку в 2 миллиона долларов. Вывший министр вину отрицает. Президент России предложил платить родителям 10,5 тысяч рублей по случаю рождения первенца. Таким образом, Владимир Путин намерен бороться с ухудшением демографической ситуации в стране. Эти единоразовые выплаты Путин предлагает ввести уже в январе. Он также считает, что программу материнского капитала нужно продлить до 2021 года. Сегодня он заявил, что особо нуждающимся семьям нужно предоставить возможность получать из материнского капитала ежемесячные выплаты. Израиль испытал систему противоракетной обороны морского базирования «Железный купол». Ранее система доказала свою надежность на земле, а теперь завершено испытание на борту военного корабля. Как сообщают израильские военные, отрабатывали сценарии ракетного нападения суши на морские объекты. В ходе учения ракета «Град» была запрингована с помощью радара истребителей и перехвачена противоракетной установкой на корабле. Комплексы противоракетной обороны будут использоваться для защиты газовых месторождений на израильском Средиземноморском шельфе. Продолжение следует...